Здравствуйте! Сегодня мы приготовим самую нежную куриную печень с луком на сковороде. Итак, нам понадобится куриная печень. Куриная печень у меня здесь где-то около 600 грамм. Она уже чистая, помытая. Также я ее порезала, разрезала на две части. Она у меня была крупная, видите, вот такие вот кусочки. Мелко резать мы не будем. Также нам понадобится лук. У меня здесь три средние луковицы, порезанные полукольцами. Еще нам понадобится мука, растительное масло для жарки, соль и перец. Итак, для начала разогреваем сковороду вместе с растительным маслом. А теперь каждый кусочек печенки мы обмакиваем муку со всех сторон и выкладываем на разогретую сковороду. Так мы выкладываем всю печень. А теперь печень на среднем огне мы обжариваем до золотистой корочки с двух сторон. Буквально по несколько минут. Сильно зажаривать не нужно. Ну вот, смотрите, с одной стороны печенка немного обжарилась. Переворачиваем ее на другую сторону. Сильно печень не нужно зажаривать, поскольку она будет сухая и невкусная. Переворачиваем на другую сторону и также обжариваем с другой стороны. Ну вот, смотрите, с другой стороны у нас печень также обжарилась. Теперь мы ее убираем на тарелку и таким способом дожариваем остальную печень, которая у нас осталась. Ну вот, смотрите, столько у меня получилось печени. Теперь отставляем ее в сторону. И на той же самой сковородке разогретой, я еще сюда добавила немного растительного масла, обжариваем лук. Лук обжариваем до золотистого цвета. Периодически, конечно, помешивая на среднем огне. Лук обжарился до золотистого цвета. Теперь сюда отправляем нашу печеночку. На этом этапе солим по вкусу. Можно немного посолить, потом попробовать и досолить. Главное не пересолить. Любая печенка солится всегда в конце готовки. Также перчим по вкусу. Кто любит перец. Кто не любит, можно не перчить. Перемешиваем лук с печенкой. Закрываем крышкой и на небольшом огне, где-то 3-4 минутки все обжариваем и достаточно. Ну вот, смотрите, прошло несколько минут. Наша печень очень классная. Теперь печень выкладываем на тарелочку и посмотрим, какая она внутри. Вот такая у нас получилась классная, нежная, вкусная печень. Давайте один кусочек разрежем и посмотрим, какая она внутри. Например, вот этот большой кусочек. Режется очень легко. Смотрите, внутри крови нет. То есть печень полностью готовая. Она очень мягенькая. Давайте попробуем вилочкой. Смотрите, как легко. То есть мягкая, классная, сочная печень. Готовится просто и легко. Попробуйте. Это действительно очень нежная и вкусная печеночка. Приятного всем аппетита!